Владимир Васильевич Акинина можно смело назвать главным летописцем Ставропольской полиции. Ветеран МВД создал несколько десятков исторических трудов. От небольших очерков до внушительных альманахов с документами и фотографиями. На этих страницах можно обнаружить удивительные вещи. Как милиция обеспечивала безопасность на строительстве Лермонтова и Буденновска. Как помогала Ставрополью закрепить славу всесоюзной житнице. Когда боролась с хищениями и вела учет урожая. Заниматься приходилось даже изменением природы. Те же лесополосы, такие привычные местным и такие удивительные для иностранцев, тоже заслуга милиционеров. Казалось бы, где милиция и где лесополосы. Но ведь дело в том, что обеспечение выезда, транспорта, безопасности, сохранности семян, питомников и так далее. Это было возложено на милицию. И план преобразования природы был сделан, в том числе и с нашим участием. В 90-е годы во время разгула преступности у милиции появился опасный и страшный враг. А терроризм? Именно в этот период значительно пополнился трагический список тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Их имена высечены на обелиске недалеко от входа в главное здание краевой полиции. Память погибших сотрудников по четыре минуты молчания. К мемориалу возложили цветы. Много в нашей столетней эпохи хороших, прекрасных дел. Часть из них трагических. Они вписаны кровью наших дедов, наших отцов, наших коллег. Мы помним каждого из них. Мы чтим их. И то, что мы делаем сегодня, оберегаем покой наших граждан. В этом году у полицейских появилась еще одна важная миссия. Оберегать не просто безопасность, а безопасность эпидемиологическую. И с этой задачей сотрудники справляются успешно. За это их в своем выступлении поблагодарил губернатор Владимир Владимиров. Желаю, чтобы всегда раньше времени звезд на погонах оболе. Ну и, конечно же, всем возвращаться домой. Чтобы вас ждут дома, чтут. И поверьте мне, очень нужны сегодня для каждого из нас. В новое столетие полиция входит, готова реагировать на новые вызовы. У ведомства есть современная техника, обученные кадры, уникальный накопленный опыт. За эти сто лет менялось название, форма, устав органов внутренних дел. Неизменным оставался смысл их работы. Делать так, чтобы людям было спокойно и безопасно. И сегодня задача номер один – трудиться доблестно, чтобы каждый житель мог твердо доверять полицейскому, совсем как родному человеку. Сын советского милиционера Леонид Нечапуренко и брат действующего полицейского Юрия Корниенко – Ставропольское телевидение.